Больше за 50 творов мастатства представили в выставочной зале Могилёва российские живописцы. Это выник проекту «Могилёв на полотнах российских мастаков», организованный Могилёвским гарбоконкам и Музеем истории. В экспозиции под названием «Простора мира и створения» выставлены не только пленерные работы. Мастаки привезли еще свои студийные картины. Некоторые из них застаются в городе у подарунок. Восемь маститых мастаков России к Рыху Больштыдне находились у Могилёве и за этот час написали 20 пленерных работ и усе их подарили Музею истории. И еще 30 картин привезли со своих уластных коллекций. Две из их презентовали музею. Сирот их полотно Антона Сякольщикова, присвеченная Брестской крепости. А еще, по словам мастака, его вельно уразила вышеня капитана Владимирова у вез ЦГАИ. «Каждый для себя нашел какую-то свою тему. Я выбрал тему Великой Отечественной войны. И геройки этой поры связаны с городом Могилёвым, где погибли курсанты-милиционеры, мальчишки фактически, с одной винтовкой на троих. Это, конечно, меня поразило. И если немецкая фашистская машина шла через Европу, как раскаленный нож через масло протыкая насквозь, со скоростью 60 км в час с боями такими легкими, то здесь они обломали зубы». На полотнах мастаков России адлюстрованы розные историчные перейды Могилёва. Тут так само и война с Наполеоном увез со Салтановка, и перейд перший с Усветной, и тема життя цара Николая II у Могилёве. «Город настолько исторический. Но наши художники, которые занимаются исторической живописью, они провели первые три дня буквально в музеях. Изучались фотографии, мы беседовали с замечательными искусоводами в Краевическом музее. Потому что город уникальный по своей исторической судьбе. В этом великом городе нельзя не вдохновляться. И, ну, сколько могли, мы сделали». «Мне очень нравится город. Люди спокойно, тихо, хорошо. Вы не представляете, в каком районе вы живёте. Гостеприимство было на высочайшем уровне. Благодарен строителям, властям города, выставочному залу всем. И люди отзывчиво были на улицах, когда поработали, подходили, так вяжели, интересовались. Самое тёплое впечатление Могилёва». Русская и белорусская школы базируются на живописи с натуры. Мастаки на своеобразном уроку подчас открытия выставы порекомендовали подрастающему поколению часей выходить на пленеры и одна туры из титаб-образа. «Я смотрю, как рисуют такие большие художники и учусь». «Эта выставка является для меня так наглядной учёбой. Смотрю, как хорошие художники уже рисуют, пытаюсь научиться у них так же». «Они выполнены профессиональными художниками. Все картины по-своему красивы и разнообразны». Экспозиция российских мастаков протягнется у выставочной зале до 2 листопада. Живописцы меркуют вернуться у Могилёв, каб пополнить музеи Могилёва полотнами на историчную тему. Татьяна Сергеичек, Юрий Ауласов, Виталь Алексеенко. Новины региона.